Фонд Самрук Казына в этом году намерен продать 23 крупные компании. До августа реализуют больше половины активов, выставленных на продажу. Один из них Транстелеком. Покупателей также ждет авиакомпания Евро Азия Эйр и компания по производству электровозов и пассажирских вагонов Тулпорт Альга. При приватизации пяти объектов уже заинтересованы иностранные инвесторы. Напомню, всего в рамках комплексного плана приватизации до 2020 года Самрук Казына продаст 215 активов. Отмечу, что таким образом государство намерено уменьшить присутствие в экономике страны, отдавая приоритет частному сектору. Не планируют уменьшать государство свое присутствие в медицине. Напротив, медицинских учреждений в стране становится все больше. Улучшить же качество медпомощи призвана система обязательного страхования. Собей Байбусинов знает, какие новшества ждут нас в ближайшем будущем. Сергей, добрый вечер. А ждет нас, если верить Минздраву, доступная и эффективная медицинская помощь. Подробности через несколько секунд. Итак, за счет системы медицинского страхования в нашей стране будут проводить трансплантацию органов, лечить онкобольных и делать другие дорогостоящие операции. Кроме того, планируется расширение перечня лекарственных средств, которые сейчас выдаются только для льготников. Например, для онкобольных или больных туберкулезом. Предлагаю послушать комментарий вице-министра здравоохранения Алексея Цоя. Есть проблемы по ожиданию. То есть, в нашей очереди, когда наши граждане ждут высокотехнологичных операций, дорогостоящих. Например, замена тазобедренного сустава. Есть определенный период ожидания, потому что сам протез стоит от 4 до 6 тысяч долларов. И понятно, что государство не может все это покрыть. И это будет тоже покрываться за счет системы страхования. То же самое говорится об экстракорпоральном отозрении, трансплантации органов. То есть, все дорогостоящие операции, которые там 200 тысяч долларов стоят и выше, они будут покрываться. Закон об обязательном медицинском страховании вступил в силу с начала 2017 года. Отчислять в страховой фонд работодатели и индивидуальные предприниматели начнут уже 1 июля этого года. Государство с 1 января 2018. Общий размер ставки взносов работодателей сначала составит 2% от дохода и постепенно к 2020 году вырастет до 5. А вот индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и другие тоже начнут отчислять сначала 2% от оклада и к 2020 году поэтапно этот показатель вырастет до 7. Наемные работники начнут осуществлять отчисления в 2019 году 1% от среднемесячной зарплаты и 2% через год. Вопрос, за кого будет платить государство за 14 категорий казахстанцев. Среди них дети, многодетные матери, студенты, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, безработные, беременные и лица, содержащиеся в ВВС. Всего республика будет отчислять взносы в фонд медстрахования за более чем 10 миллионов казахстанцев. Добавлю, что три категории служащих освобождены от отчислений. Это военнослужащие, сотрудники спецорганов и правоохранительных служб. Итогом внедрения медицинского страхования должны стать доступные медуслуги, качественная врачебная помощь, бесплатные лекарства. Да и каждый житель страны будет знать все о состоянии своего здоровья. Вот такие изменения нас ждут, Сергей. У меня все, продолжай. Сергей, судя по твоему обзору, изменения только оптимистичные. Спасибо. Есть.